Слушай, давай, знаешь что? Попробуем позвонить вот так на Абум Лазаря, на Нашару, на Дуру. Попробуем позвонить вот по этому вот телефону, который на 13-14. Кому? Ну, сейчас, сейчас, сейчас. А если нет никого, я не хочу говорить даже кого. Но сейчас скажу. Эдуард Вениаминовичу хочу я позвонить. Который тоже написал, что наших беленьких, голубоглазеньких. Эдуард Вениаминович. Ой, ну как не спит Эдуард Вениаминович. Мы сейчас его и побеспокоим. Да. Эдуард Вениаминович, доброе утро, Даренко. Мы прямо из эфира вам звоним. Здравствуйте. Да, слушаю, да. Голубоглазеньких беленьких сегодня прочитал у вас в ЖЖ. И подумал, это что? Это расизм? Что это? Ваша позиция по усыновлению русских детей американцами. Вы знаете, что в 40 раз меньше усыновленных погибает у иностранцев? В 40 раз, чем у русских? Я голубоглазеньких и беленьких, как уменьшительное и воскательное написал. Не более того, да? Да. А вообще я абсолютно убежден, что детей надо оставлять у нас. Ребенок имеет право на родину. Никто никогда не подумал об этом. Что их? Это что? Вещи, которые негде хранить, и надо их куда-то отдать соседям, чтобы они себе там поставили. Это дети, это у них заложены определенные уже наши русские зачатки. И какого черта при таком ужасном положении с демографией, с рождаемостью, мы отдаем детей? Я вот этого никогда не мог понять. Добрый день, Митч. Но... Представился случай высказаться. Вот я бы и сказал. Вот вопрос, вот вопрос. Но тогда, простите, мы используем этих детей для съемок в детской порнографии. Вместо того, чтобы покупать Чунга-Чанга футболистов, мы могли бы хотя бы тогда не позориться с этими детьми. Ведь мы позоримся. Какой порнографии? О чем вы несете? Я несу. Запросите Google. Запросите Google. Какой порнографии? О чем вы говорите? Запросите Google. Полно сообщений. В Благовещенске за 50 рублей девочек снимают из детдома на фотокамеру, а потом чуть дороже. Я абсолютно отвергаю ваше притяжение на вот это вот утверждение. Чертное, что можно сказать. Ну и что делать? Дети естественным образом, как и взрослые, умирают, погибают. Это все несчастные случаи. Так бывает. Что поделаешь? Эдуард Анямич. Мы говорим серьезно. Давайте говорить серьезно, как вот люди, озабоченные судьбой своей страны, своего государства и на продолжение рода и прочих вещей. Ну разве? Почему? Слушайте, найдите мне в историю хоть одну страну, которая отдавала бы своих детей за границу. Я не знаю такой страны. Я хорошо достаточно знаю историю, но я не знаю. Ни одного примера нет. Кто? Японцы отдавали? Кто отдавал своих детей? Я дам вам пример. Это извращение, социальное извращение. Вот что это. Это безусловно извращение. И здесь я разделяю вашу позицию. Но вы не говорите, что нет таких примеров. Например, Китай отдает в год 2,5, почти 2,6 тысяч девочек. Эфиопия, девочек и мальчиков, 1,7 тысяча, Россия, 9,6 тысяча. Слушайте, давайте оставим покой Китая. У них людей достаточно. У них столько, что вплывал отдавай. У них действительно совершенно иное положение, противоположное нашему. А у нас катастрофически каждый год уменьшается чуть ли не на миллион населения. Все недовольны, приезжие говорят, мы все скоро почернеем, мы станем неизвестно какой породы. И одновременно мы почему-то дарим наших детей черт знает кому. Моя вопрос, тем не менее. Я решительно против, я считаю, что должен быть жесточайший контроль. Никаких детей иностранцам обязать богатые наши Газпромы и Лукоевы построить пятизвездочные детские дома для детей. И мы будем сами воспитывать. То есть, я вас правильно понимаю, что если мы оставляем себе своих детей и признаемся в том, что мы, то есть, вернее, постулируем, что мы нация с будущим, то мы тогда должны хотя бы о них заботиться. Ну, это безусловно. Об этом может быть иначе. Но сейчас иначе. Сейчас иначе. Ну, видите, давайте я вам сейчас все пороки современного режима, я его противник, 18 лет. И все пороки, вам надо две книги исписать, чтобы высказать. Ну, мы же говорим одновременно, мы хотим что-то сделать и сегодня, и сейчас. Так давайте остановимся, не будем отдавать наших детей. Я повторяю, это жесточайшее социальное извращение. Люди говорят, там им будет лучше, хуже им будет. Но есть ли в этом замкнутом круге начало и причина и следствие? Условно говоря, мы можем начать не с того, чтобы не отдавать, а начать с того, чтобы обеспечить им условия? Слушайте, вы тут каким лилом, каким аршином меряете условия? У нас сейчас страна, в которой огромные доходы. Недкиные, газовые, от сырья. У нас что, с голоду люди мрут? Не мрут. Вы признайте, что не мрут. Живут плохо многие. Но не мрут. И поэтому мы не в гражданскую войну, не из типозной России отдаем детей, а из России, у которой огромный доход сейчас. Так давайте устроимся внутри страны таким образом, чтобы на детей хватило. Спасибо, спасибо, Эдуард Вениаминович Лимонов. Вы хотите что-то добавить? Нет, ничего. Спасибо, спасибо, спасибо. Ничего, что мы... Да, нет, я знаю, Лимонова можно звонить в любое время, и он не спит в это время. Слушай, значит, поняла, он постелирует позицию. Но есть противоречия, я заметила. Потому что в Китае много людей, их можно отдавать. То есть у нас недостаточно, отдавать нельзя, но и одновременно это социальное извращение. Лимонов полемист, он использует разные полемистические приемы, но мне понравилась одна фишка, которую он сразу сказал. Он сказал, а право на родину, вот право на родину, как можно... А кто его отнимает? А отнимает, отнимает, извини, если тебе продают ребенка в 7 лет, его продают и покатил, и все, он не знает родину. Ничего он не помнит, еще он не помнит ее. Ему расскажут об этой родине. Еще он не помнит. Да ну? Да, конечно, не помнит. Ничего он не помнит и не будет помнить. У людей, которые переехали из одного места в другое... О чем ты говоришь? Остается еще одно место, куда можно вернуться. Почти. А тот, кто жил и рос в одном месте всегда, у него это место больше не будет? Нет, конечно. Вот я жил, например, в поселке Монино в Академии имени Гагарина. Ко мне было там 4-5-6 лет последовательно. Ну вот. И, значит, я ничего не помню, кроме этих сосен, что я там вырезал из коры сосен корабль. Ну это ты вы помните. Я помню, как я лизал по наущению старших садистов, детей старших, лизал языком дверную ручку при минус 20 градусах. Вот как сейчас. Вот ты будешь лизать дверную ручку? Ну и что? А я лизал, но все, что у меня осталось из этого Монино. А еще майские жуки. Нет, вообще хорошее местечко из этого Монино. Ну ладно, значит, слушай меня. Мы вытравливаем родину, мы вытравливаем право на родину, если мы ребенка торгуем детьми. Это что за хрень полная? Совсем не факт. Ну почему не факт? Ребенок переезжает, у него другая семья, но у него остается родина, в которой он родился. Страна, в которой он родился. Все. Дядюшкин сон пишет, что его Лимонова несет отдать тысячу больных детей в нормальные условия. Это трагедия для демографии, в которой больные не участвуют. Больные не участвуют в демографии. Дядюшкин сон, я здесь думаю, что Лимонов меня убедил. Дело не в прагматизме. Дело не в прагматизме. Что значит, это тысяча больных детей участвует в демографии или не участвует? Ведь вы тогда, получается, как животновод мыслите, дядюшкин сон. Вы мыслите в ветеринарных категориях. Дело в том, что если мы друг за друга держимся, вообще как нация друг за друга держимся, то мы должны держаться все, больные и не больные, все вместе друг другу помогать. Понимаешь? Мы не ветеринар, это не ветеринарное предприятие, это родина, это разные вещи. Разные вещи. Понимаешь? Значит, Лимонов говорит, что плевать на благополучие, с голоду никто не умирает, нормально все. Вся Россия живет кое-как, а с голоду все равно никто не умирает. Поэтому нечего говорить о благополучии, потому что это относительная вещь. Благополучие – вещь относительная. 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 Абсолютно. Миллионы африканских детей вообще без канализации живут, и ничего, нормально все. Понимаешь? Ну, никто же их не собирается мгновенно тотчас продавать. понимаешь, их любят, ну и прочее. Но есть благополучие, это вещь относительно благополучия американского, которое могло бы быть получено в семье, то это, наверное, есть разница. Вот он живет, может быть, подался, но у него дом кирпичные стены, а в Америке он будет жить из шидрика, стены из шидрика, из этого самого пенопласта, и внутрь стекловата набита. Что за хрень? Конечно, в России лучше. Так, сейчас, подожди, подожди, я сделался патриотом, временно, секундочку, я думаю, за время рекламы эта с меня слетит. Сейчас продолжим разговор. Подъем.